добрый вечер добрый вечер дорогие друзья мы продолжаем наши публикации из мира путешествий мы с вами уже посетили много стран много интересных городов познакомились с обитателями пообщались узнали интересные традиции интересные привычки обитателей других мест и других стран много к нам приходит ваших писем ваших просьб ваших предложений о том чтобы посетить посмотреть представителями других стран более дальних скажем так чем привычные нам и поэтому сегодня мы поговорим сегодня мы отправимся на тот свет этот вид и место будет крайне интересно для всех нас потому что каждый из нас несмотря на то что не собирается туда окажется там скорее чем он думает и каждый окажется на том свете scp 1322 тот свет объект номер scp 1322 класс объекта китер особые условия содержания scp 1322 следует содержать в герметичной камере содержать в герметичной камере содержание восьмого класса внутренняя поверхность которой покрыта абляционным материалом камера содержания должна быть стойкой к ядерным и неядерным взрывом пучкам частиц и едким веществам следует проводить регулярный осмотр камеры на предмет повреждений а также вирусных и бактериальных инфекций атмосферное давление в камере следует поддерживать максимально низким при выходе давления за отметку выше 6 на 10 минус второй степени паскалей следует приступить к выполнению процедуры 1322 cds 311 в качестве меры борьбы с патогенами уровень радиации в камере должен быть равен как минимум четырем с половиной рентгеном в секунду условия содержания дополняются ежедневно все дополнения регистрируются в документе 1 3 2 2 c s s r v 0 8 8 6 описание SCP-1322 стабильная пространственно-временная аномалия теоретически являющаяся межпространственным отверстием ведущим в параллельную вселенную аномалия не меняет своего положения в пространстве поэтому для ее изучения и сдерживания вокруг нее была сооружена зона 122 аномалия представляет собой двумерный эллипсоид с неровными краями длина которого по более длинной горизонтальной оси составляет примерно два с половиной сантиметра а по короткой вертикальной 1 сантиметр аномалия лежит на плоскости перпендикулярный горизонту и отклоняется от истинного направления северного меридиана на 36 градусов в направлении запада сквозь аномалию как через проходимую червоточину могут проходить как материя так и энергия при соответствующих условиях освещения сквозь SCP-1322 можно наблюдать пространство находящиеся на другой стороне потоки частиц и предметы вписывающиеся в габариты аномалии могут быть просунуты сквозь нее и таким образом переданы в параллельную вселенную звук аномалия не проводит официальная классификация мира по ту сторону SCP-1322-А однако среди сотрудников популярно неофициальное название Хартл приблизительное фанатическое прочтение слова родной мир на языке людей из SCP-1322-А с которыми была установлена связь похоже что аномалия была целенаправленно создана искусственным путем со стороны SCP-1322-А усилия населения SCP-1322-А по созданию новых подобных аномалий не увенчались успехом равно как и попытки изменить размер SCP-1322 или ликвидировать его хотя к этому ими были приложены значительные усилия в объективной реальности аномалия судя по всему появилась примерно в 1952 году вскоре после этого организация взяла участок территории с аномалией на ней под свой контроль первоначально организация притворяла в жизнь обширную научную программу по SCP-1322 в том числе связанную с общением с цивилизацией по ту сторону аномалии но с недавнего времени усилия фонда были сосредоточены на сдерживании выдержки из протокола содержания и наблюдения приведены далее протокол содержания и наблюдения за SCP-1322 август 1952 года обнаружена аномалия сентябрь 1952 года из аномалии появляется металлический цилиндр цилиндр изымается проходит карантин и стерилизацию после принятия мер безопасности цилиндр был осмотрен выяснилось что он полый и снабжен завинчивающейся крышкой в цилиндре находились треугольные листы сделанные из похожего на бумагу вещества на листах были нанесены символы объект передан в отдел лингвистики ноябрь 1952 года начаты эксперименты с SCP-1322 в том числе опыты по просовыванию сквозь аномалию объектов на страховочном тросе взяты образцы атмосферы SCP-1322а состав атмосферы схож с земным но концентрация аргона выше декабрь 1952 года через SCP-1322 проходит еще несколько стальных цилиндров после прохождения карантина цилиндры передаются на анализ июль 1953 года лингвисты и математики сообщают о прорыве в изучении пришедших со стороны SCP-1322а документов написанные на листах символы оказались описанием принципов геометрии а тексты были составлены с целью установления дружественного контакта с теми кто получит сообщение сотрудники отдела лингвистики составили сообщение с применением той же системы письменности которая была распечатана на бумаге и вложена в металлический цилиндр производства организации но конструктивно схожий с цилиндрами из SCP-1322а цилиндр был отправлен на ту сторону аномалии сентябрь 1953 года на той стороне аномалии зажегся свет при наблюдении выяснилось что та сторона аномалии расположена в помещении похожем на камеру содержания во многом схожую с той что была построена фондом для содержания аномалии октябрь 1953 года примерно в это время была установлена связь с цивилизацией SCP-1322а изначально связь осуществлялась посредством взаимного обмена текстовыми посланиями на бумаге сначала в символьной системе потом на разработанном совместными усилиями пиджене языке основанном на английском языке и упомянутой ранее символьной системе скорость связи значительно возросла когда цивилизация SCP-1322а вынесла предложение о сооружении телеграфной системы основанной на проходящем через аномалию особым образом экранизированном кабеле приемно-передающее оборудование размещено на обоих концах ноябрь 1953 года согласно полученным в ходе общения данным цивилизация SCP-1322а состоит из Homo sapiens или вида не имеющего значимых отклонений от данного организация с которой был установлен канал связи оказалась научным институтом связанным с правительством географической области на территории которой находилась аномалия примерно соответствует государству нации выясняются подробности политического устройства и уровня технологий в SCP-1322а цивилизация SCP-1322а достигла значительного прогресса в технологии и инженерном искусстве в особенности это касается математики и инженерного искусства в которых цивилизация SCP-1322а значительно опередила Землю в частности появление аномалии было непредвиденным побочным эффектом эксперимента по исследованию свойств квантовой пены в области же биологии цивилизация SCP-1322а значительно отставала от нашей ее представители проявляли большой интерес к обмену образцами музыки изобразительного искусства литературы в частности ритмичной поэзии на различных языках особый интерес при этом уделялся произведениям иранской и китайской культур и математики к религии и медицине представители SCP-1322а интереса не проявляли поступающие от SCP-1322а данные направляются в архив для последующего анализа январь 1962 года представители SCP-1322а передают подробные данные своих астрономических наблюдений и просят от фонда аналогичное анализ принятых данных специалистами фонда показал что с высокой вероятностью в наблюдаемой вселенной нет места соответствующего полученным данным сотрудники организации собирают данные для передачи в SCP-1322а в данные по указанию администратора зоны 122 из соображения безопасности вносятся изменения через 9 часов после отправки данных цивилизация SCP-1322а распознает в них подделку и предлагает сотрудникам организации проявлять большую откровенность в интересах обоюдного и научного культурного развития предложение было передано для рассмотрения Совету О-5 ноябрь 1972 года в рамках плановых технических мероприятий кабель канала связи отключается и сматывается в камеру содержания после проведения технических мероприятий кабель просовывается в аномалию на сторону SCP-1322а тамошние специалисты подключают его к своему оборудованию декабрь 1972 года в сообщении полученном со стороны SCP-1322а сказано что время реакции на сигналы со стороны фонда может возрасти ввиду нехватки сотрудников у SCP-1322а в ответ на просьбу разъяснить SCP-1322а дают ответ что уровень заболевания среди сотрудников их организации возрос что приводит к неявке на работу январь 1973 года в сообщении полученном со стороны SCP-1322а сказано что ситуация с нехваткой сотрудников нормализовалась но болезнь распространяется по местности вокруг учреждения SCP-1322а март 1973 года получено сообщение с информацией о том что местное правительство вводит карантин с целью остановить распространение вирусной инфекции в ответ на предложение организации оказать посильную помощь сторона SCP-1322а переправляет пакет данных о патологии апрель 1973 года после принятия соответствующих карантинных мер в зоне 122 организация запрашивает у представителей SCP-1322а образец вируса образец переправлен через SCP-1322 в укрепленной соответствующим образом ампуле содержимое которой подвергается анализу по протоколу работы с инфекционными болезнями класса 5 документ 0-3-3-2-3-4-0-9-8 по результатам анализа вирус является безвредным штаммом вируса гриппа данные анализа пересылаются специалистами фонда в SCP-1322а вместе с предложениями по созданию вакцины и планами вакцинации июнь 1973 года SCP-1322а сообщают что число погибших от вируса в их мире составляет примерно 8 миллионов или 0,91 тысячную общемирового населения а разработанная фондом вакцина вошла в стадию массового распространения и применения август 1973 года SCP-1322а сообщают что распространение вируса судя по всему остановлено и число новых заболеваний стремительно сокращается октябрь 1973 года SCP-1322а сообщают о введении прививок от вируса по всему миру декабрь 1973 года в ходе обычной беседы SCP-1322а сообщают о неожиданном снижении уровня рождаемости май 1974 года SCP-1322а сообщают о стремительном спаде уровня рождаемости август 1974 года SCP-1322а сообщают что согласно их анализам снижение уровня рождаемости является побочным эффектом разработанной организацией вакцины январь 1975 года SCP-1322а сообщают о массовых беспорядках по всему миру вызванных бесплодием и сопутствующим стрессом на предложении фонда о помощи было получено сообщение нет спасибо вы и так достаточно натворили мая 1975 года изменения в организационной структуре организации содержащей SCP-1322 на стороне SCP-1322а полученные сообщения зачастую написаны враждебным и обвинительным тоном август 1975 года организация на стороне SCP-1322а в одностороннем порядке прекращает научный и культурный обмен сентябрь 1975 года со стороны SCP-1322а получено сообщение о волнениях по всему миру связанных с падением рождаемости согласно полученным сообщением за последние 72 дня по всему миру родилось менее тысячи октябрь 1975 года со стороны SCP-1322а принято последнее сообщение оно гласит вы убили нас вы это с нами сделали ваше невежество и ваша безалаберность уничтожили наше потомство но мы отомстим мы последнее поколение присягаем и клянемся в этом мы добьемся своего декабрь 1976 года датчики датчики в камере содержания SCP-1322 показывают что в камеру со стороны SCP-1322а выпущены различные патогены патогены изолированы и уничтожены январь 1977 года со стороны SCP-1322а через SCP-1322 через ведется бомбардировка потоком заряженных частиц камера содержания повреждена повреждения ремонтируются в кратчайшие сроки март 1984 года со стороны SCP-1322а через SCP-1322 направлен высокоэнергетический пучок когерентного излучения сразу после которого в камеру содержания были выпущены различные патогены повреждения нанесенные излучением устранены патогены изолированы и уничтожены август 1984 года со стороны SCP-1322а через SCP-1322 SCP-1322 произведен выстрел из энергетического оружия сразу после которого в камеру содержания были выпущены различные патогены патогены изолированы и уничтожены патогены патогены изолированы и уничтожены патогены июнь 1991 года по приказу администратора зоны 122 организация заливает камеру содержания SCP-1322 быстро твердеющей прочной керамикой июль 1991 года неизвестный растворитель выпущенный со стороны SCP-1322а разъедает керамику сентябрь 1992 года со стороны SCP-1322а ведется бомбардировка высокоэнергетическим пучком заряженных частиц после чего в камеру содержания выпускаются нано-машины повреждения нанесенные пучком устранены нано-машины изолированы и уничтожены октябрь 1992 года в течение длительного времени в камеру содержания со стороны SCP-1322а закачиваются нано-машины в больших количествах повреждения нанесенные нано-машинами устранены нано-машины уничтожены январь 1994 года со стороны SCP-1322а через SCP-1322 произведен выстрел железным стержнем на скорости равной примерно 100-тысячной секунды сразу после этого в камеру содержания выпускаются нано-машины повреждения вызванные ударом стержня устранены нано-машины изолированы и уничтожены декабрь 1994 года со стороны SCP-1322а в камеру содержания направлен высокоэнергетический пучок когерентного излучения длительность облучения составила 108 дней общая энергия луча составляла ориентировочно 10 в 33 степени электрон вольт структурной целостности зоны 122 нанесен значительный ущерб но тем не менее выпущенные после прекращения облучения нано-машины и патогены удалось успешно сдержать март 1995 года со стороны SCP-1322а в камеру введено устройство устройство включилось и за 40 минут нагрело атмосферу в камере содержания до состояния перегретой плазмы структурной целостности камеры содержания нанесен значительный ущерб была проведена продувка камеры содержания от плазмы в условиях содержания было введено дополнение о поддержании в камере крайне низкого давления февраль 1998 года в камеру содержания со стороны SCP-1322а введено срабатывающие в две стадии термоядерное устройство принципы работы которого до конца не ясны устройство сдетонировало структурной целостности зоны 122 нанесен значительный ущерб однако выпущенные после прекращения облучения наномашины и патогены удалось успешно сдержать август 2006 года в камеру содержания со стороны SCP-1322а закачивается едкая жидкость под огромным давлением давление подается даже после заполнения камеры что приводит к повреждению камеры содержания выпущенные после прекращения облучения нано-машины и патогены удалось успешно сдержать произведен ремонт сооружения апрель 2007 года по приказу администратора зоны 122 в сторону SCP-1322 был направлен исследовательский робот на дистанционном управлении когда до SCP-1322 осталось 3 метра из аномалии вылетели 8 железных стержней на скорости аналогичной инциденту от января 1994 года стержни разрушили робота и нанесли серьезный ущерб зоне 122 ремонт был произведен в кратчайшие сроки ноябрь 2008 года в камеру содержания со стороны SCP-1322 закачан газ неизвестного состава после закачки газа в камеру было подано еще одно вещество вызвавшее мгновенное изменение агрегатного состояния газа который превратился в твердое вещество межмолекулярное расстояние в котором превышали таковые в газе созданное таким образом давление нанесло значительный ущерб структурной целостности камеры после этого твердое вещество быстро испарилось после чего через SCP-1322 были пущены нано-машины и патогены патогены и нано-машины были уничтожены в сооружении был проведен ремонт июнь 2000 со стороны SCP-1322 выдвинуто несколько термоядерных зарядов с последующей их детонацией после этого через SCP-1322 была произведена бомбардировка высокоэнергетическими пучками частиц под различными углами структурной целостности зоны 122 нанесен значительный ущерб однако выпущенные после прекращения облучения нано-машины и патогены удалось успешно сдержать 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 подозревают у